Хорошие находки у тюменцев. В бюро потерянных вещей жён и знаний точно нет. Да и в Тюмени и бюро-то такого нет. Но способы вернуть утерянные есть. Если знаешь, что где потерял, Ольга Курсман всё объяснит. Вам вернут бюро находок, ваш учебник и тетрадь. Героям старого советского мультика повезло. В их городе бюро находок было. А где сейчас искать утерянные учебник и тетрадь? Особенно, когда впору объявлять о пропаже самого бюро. Бюро находок в Тюмени как организации не существует. Поэтому сегодня горожане могут искать утерянные вещи через сайты. Набираем поисковик. Бюро находок. И выходит несколько ссылок. Каждый из нас хотя бы однажды терял ценные вещи и не знал, куда обращаться за помощью. В наше время для таких случаев существует стол находок на досках бесплатных объявлений. Теперь они помогают найти телефоны, документы и пропавших животных. Правда, и обычного человеческого, а не виртуального общения никто не отменял. Бывают дети оставляют пакеты со сменкой, какие-то рюкзаки свои школьные и так далее. Но даже обычные люди оставляют пакеты с продуктами. Но это потом, конечно, все находит своего хозяина. Михаил в сфере услуг работает давно и может точно сказать, в магазинах люди становятся забывчивыми. Словно в подтверждение две юных покупательницы с девичьей памятью. Вике мама часто говорит, как голову-то не забыла. Мне приходилось в магазине оставить вещи, но я потом пришла и мне отдали. Моя подушка оставила в магазине свою сумочку, и ее кто-то забрал. С магазинами все понятно. А как быть с потерями в автобусах, поездах и самолетах? Кстати, у перевозчиков есть такое понятие – транспортная безопасность. Именно она запрещает кондукторам подбирать оставленные пассажирами вещи. По правилам, каждый найденный пакет должен сопровождаться вызовом полиции. Мало ли что. А в аэропорту, например, существует что-то вроде камеры хранения для невостребованного, а проще говоря, забытого багажа. Вскрывается, делается опись содержимого, аэропорт убирается. А остальное все остается у нас в багаже. И до сохранности шести месяцев. Сотрудники удивляются, как можно забыть про сумку или чемодан. А один из героев нашего сюжета часто возвращает документы. Тюменцы делают копии паспорта, прав или важных справок и редко вспоминают про оригинал. Мужчина с женщиной, они оформляют инвалидность. Оставили документы, приходили ко мне копировать, их оставили. Возможно, данный сюжет чем-то поможет найти. Хозяева, откликнитесь. И пускай бюро находок в Тюмени нет, добрые люди-то не перевелись. А главное правило, кто ищет, тот всегда найдет, никто не отменял. Ольга Курсман, Николай Комаров, Сибинформбюро.